Рекламно-информационная программа. Группный план. 12 часов и 5 минут в Кирове. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Приветствую в нашей студии Владимира Маматова, пресс-секретаря компании Вятич. Добрый день. Здравствуй, Владимир. Немножко в нетипичное время, в нетипичный день. Выходим мы сегодня, но ничего, главное выходим. Кстати, сегодня международный день друзей. Такой интересный праздник отмечается. Это просто мой праздник, потому что друзей у меня как грязи вообще. Да, здорово. Ну и я к тому, чтобы дружба нашей радиостанции и компании Вятич продолжалась много-много-много лет. На беседу у нас, как обычно, 40 минут. Затем аудио-видео версии эфира появляется на сайтах kirova.ru. Вы можете перечитывать, пересматривать, переслушивать наши программы. Весь архив хранится именно там. Владимир вот-вот буквально вернулся из Москвы. В том числе он понаблюдал за тем, как обустраивается заведение компании Вятич на улице Моросейка, дом 15. Я посмотрел по карте, это, ну, в общем-то, от Красной площади недалеко. Пишешь, что можно дойти там, мимо ГУМа на Ильинку выходишь и попер. Проходное место, согласен с тобой. Хочу предупредить, кстати, всех товарищей, которые из города Кирова появляются в городе Москве. Смотрите внимательно на расписание поездов. Потому что с недавнего времени поезда дальнего следования, часть из них, идущие на Киров, пускают с восточного вокзала. Не с Ярославского, как мы все привыкли. Я вот привык к Ярославскому и умудрился обнаружить, что уходит с некого восточного вокзала, который в Черкизово. Это московская кольцевая раньше обслуживалась. Сейчас они запустили дальний след. Товарищ, смотри в билет, смотри в вокзал. Понимай, куда ты едешь, товарищ. Вокзал Восточный. Вокзал Восточный, да. Прямо как космодром Новый Восточный. Вот это не надо. Запускают в неведомые. Тема того, что Юра, мы все, так сказать, и все полимеры, и товарищ Рогозин на коне с собачкой утопающей. Вот это страшно. Космодром Восточный и наш космос, это не будем сейчас трогать. Это вопрос других лет и другой аудитории. Ну давай про это долгожданное событие. Открытие заведения в Вятичном Российке 15. Очень долго к этому и компания шла. Перебью тебя сразу, прости. Это не открытие. Не открытие. Не открытие. Я сейчас объясню очень важную деталь. Работает заведение в тестовом режиме. То есть не оформления толком еще нет. Там будут световые панели, там будет рассказ о том, что все это идет непосредственно с завода. То есть это вообще, говоря, заводская продукция, которая просто привозит, оперативно привозит в Москву. А я фоточки-то видел, там уже трифон есть. Ну это не оформление. Это вывеска. А, это еще предварительно. Это вывеска, конечно. Кухня не отлажена. Еще не отлажено ничего. То есть и меню будет корректироваться. Все будет корректироваться. То есть открытие настоящее. То есть когда мы сможем пригласить по-настоящему и кировчан, которые в Москве. И своих знакомых с МИшников, там из администрации и так далее. И так далее. И так далее. С июня, может быть, это начало июля. Но гнать лошадей мы не будем категорически, потому что это вредно. То есть лучше... Я вчера как раз там побывал, позвал своих знакомых с Коммерсанта. Мы посидели. Из издания Коммерсанта. Да, совершенно правильно. И в общем и целом, я думаю, что лучше мы пафосный вариант отложим, пока не будет настоящая конфетка, пока овчинка не будет стоить выделки по-настоящему. Вот когда это будет, мы всех оповестим и расскажем, что радует. Действительно проходное место. Через чайно проходное. То есть ребята из администрации президента уже заходили, кстати. Вот. Они прям как будто на поиски выходят, да? Вы смотрели, что там новенькое. Во-первых, для Москвы это... Вестопроходное и достаточно конкурентное. Да, если сделать все правильно, то это неплохо будет. Но, естественно, для Москвы требования к продукции это раз. И самое главное, это требования к подаче этой продукции. Потому что если мы не предлагаем москвичам, это мое убеждение, если мы не предлагаем москвичам что-то эксклюзивное, то чего они, в принципе, толком-то в Москве не найдут. Если мы не предлагаем какой-то стиль, которого нет, опять же, нигде. Ну, я думаю, что все эти задачи мы решим. То есть с продукцией это самый простой вариант. Почему? Потому что у Вяча и так все с этим неплохо. Да, за слово эксклюзивное я зацепился. Я чуть позже, да, немножко его подерживаю. Ну, нет, эксклюзив, Володь, эксклюзив, это крайне просто. Это первые мои любимые сорта с коротким сроком годности, которых днем с огнем ты в Москве не найдешь. То есть это, я думаю, что мы прокачаем, что называется, и прокачаем и сам товар, и прокачаем имидж этих вещей. И для москвича, да, это будет аргумент. А вот пивной эксперт, друг компании Вятич, Павел Егоров, ты его знаешь, да? Наверное, да, у меня взастренная память не имена. Он неоднократно приезжал сюда на заведение, я просто обратился к его блогу, к его живому журналу. Он в этом заведении уже в конце мая побывал и отписался, собственно, что к чему. Так вот, он там посетовал, что ему красное, безалкогольное, да, вручили в порядке исключения, а пока его там нет. Через неделю. А ты обещаешь, что оно будет все-таки сказать. Через неделю, а поедут, наконец, машины с кегами уже, и с красным, и с безалкогольным, и с зеленым, безалкогольным. Все это появится. Ну, я еще раз говорю, и с оформлением, и с эксклюзивом это недели, недели, недели работы. Это первое. И самый главный, пожалуй, момент, это стиль. Вот над стилем мы сейчас будем биться. Почему? Потому что в идеале, в таком, ну, это сферический идеал, да, в вакууме конь. Мы хотели бы видеть там действительно такой форпост Кирова, форпост Вятки. То есть со всеми вятскими пищевыми брендами. Всеми? Да. Совершенно не ограничиваться только вятчим. Не ограничиваться вятчим. Совершенно не факт, что у нас будет там большой сбыт этого всего, да. То есть я не знаю, сколько людей будут в Москве есть истобенский огурец или рыжики наши, к примеру, да. Ну, тот же печально знаменитый в последнее время кетчуп наш с майонезом, наверное, будет все-таки в качестве, ну, к закускам, там, приправа. Володя, ну, ты знаешь, почему он печально знаменитый в последнее время? Прекрасно. Знаю, мне очень не хочется говорить что-то негативное о Кировском маргарином заводе, о продукции. Но поверь мне, вот на слово, поверь, я просто знаю эту тему. Я работал два года с Володей Метелевым, который принт, да. И я просто знаю эту механику. Тот кетчуп или майонез, который выпускает здраво, ничем не отличается от кетчупа и майонеза, который выпускает еще 10-15 производителей в стране. Ничем, подчеркиваю, это не эксклюзивный продукт, это не уникум. Вот истобенский огурец и рыжики, опа, вот тут, простите, поищешь, помучаешься. Спасибо, объяснил, да, разницу для потребителя. Я не говорю о том, что продукция здраво-плоха, да, или что еще не надо покупать. Не-не-не, я понял. Но она массовая, и она не эксклюзивная. Просто это одно из, да, в линейке такого товара, представленного на полках. У них нет того, что я называю лица необщим выражением, то есть, ну, я называю это, Баратынский сформулировал в свое время. Так вот, нет имиджа, нет торговой марки, по-настоящему торговой марки. Есть обозначение товара, но это не торговая марка. Ну да и бог с ним, ладно. Да, это не важно. Так вот, вещи типа из Табенского огурца, рыжиков и так далее. Есть еще несколько вещей в Кирове, которые я бы с большим удовольствием увидел в этом баре, но это длинный разговор, это мы посмотрим. То есть, если мы сейчас еще договоримся нормально с Министерством культуры, с Кировскими музеями и так далее, то есть, мы украсим этот бар уже вещами, ну, по крайней мере, вот первый пункт, это фотографии Обовякова. Я как раз сегодня буду встречаться, говорить, смотреть. То есть, мы хотим сделать там именно выставку от музея. От нашего краеведческого? Ну, конечно, Обовякова, да. По-моему, не Кирович, а Воснецовский, он, ну, вот, это Кирович. Вятские художественные музеи, которые на театральной площади, нет, это разные вещи. Вот, Вятские художественные, у него как раз у Обовяков, мы возьмем у них цифровые, как бы сделаем из них, распечатаем рамки и так далее. Мы украсим бар, по крайней мере, этим сначала. То есть, мы там сделаем выставку, вообще говоря, всего, что можно привезти с промысами и так далее, то, что интересно может быть. То есть, если нам удастся, вот, у меня идея простая. Мы вгоняем туда эксклюзивные продукты, которых Москвич не найдет. Мы вгоняем туда абсолютно аутентичный вот этот стиль какой-то вятский. То есть, то, чем богато и прекрасно наша кировская земля. Я прямо сейчас теряюсь в догадках, чем это можно нашу аутентичность подчеркнуть. А вот это самое, это тот же камень, это тот же камень преткновения, который возникает у всех кировчан, когда, ой, живем-то как плохо-то, люди-то, ой, все, все, у нас такое-то, ой, нет, зачем приехал сюда. Но на фотографиях я видел там, в частности, какую-то композицию из леса. Нет, фотографии боксами я надеюсь, я действительно надеюсь, что мы увидим две вещи. То есть, первое, эксклюзивные кировские продукты, не только один вятничек. Второе, мы увидим эксклюзивное оформление. То есть, то, чем богато, интересно, действительно увлекаю. Потому что за фотографии Обовякова я могу ответить. Потому что Обовяков, я считаю, да, чрезвычайно талантливый. Я не люблю своего гениального. Вот, чрезвычайно талантливый человек, у него действительно есть образцы, которые стоит смотреть. И они должны там висеть. Ну, это первый момент. Дальше у нас есть еще промысел, дальше у нас есть люди талантливые до сих пор. У нас есть вещи, которые мы можем показать в Москве, я считаю. В общем-то, мы часто шутим за пропаганду региона, за рекламу Кировской области в Москве. Ну, пора бы уже доплачивать, наверное, на правительственном уровне, потому что Вятич в этом смысле сделал и делает гораздо больше, чем все остальные. У нас же есть какое-то официальное предстоительство, да, как у любого субъекта в Москве. Ты его знаешь? И вроде как оно чем-то там должно заниматься. Ты там был? Не был. Я помню по предыдущему губернатору. Я был несколько раз в этом чудесном месте. Ни о чем. Я даже не знаю, что оно себе представляет. Подвал это, не знаю, комнатушная, кухонька, дворец целый там предстоительство Кировской области. Почему дворец Кировской области? Боже, ну это совсем какие-то арабские шейхи мерещатся сразу. Нет, там просто офисное помещение, то есть коридор, несколько комнат, там приемная и так далее. Все очень мило. Несколько человек, обслуживающих персонал. Чистенько, забавно, хорошо. Где-то в центре Москвы я все время забываю меня и с адресами, и с фамилиями. Непредставительство Кировской области. Да, да, совершенно правильно. Но оно ни о чем, то есть я не понимаю его функции в реальности. Ну, бог с ним, это вообще не мое дело. Но мы же делаем это и демонстрируем кировскую культуру и кировскую жизнь вообще как таковую для всех москвичей. То есть мы открыты. Ну, это шутка, разумеется, на тему правительства финансирования подобных вещей. Позвольте, я все-таки еще обращусь к блогу Павла Егорова. Вот что он написал, буквально цитирую, написал, побывав в этом новом заведении. Оформление пабы довольно типичное для крафтовых баров. Не оштукатуренный кирпич, стойкие перегородки из бетона, часть стен с росписью на тему пивоварения и дремучих вятских лесов, светильники в том числе из обрезанных пивных кек. Имеющийся антураж в виде самоваров, медных посудин и прочих диковин по местам пока не расставлен. Ну и так далее он продолжает. Ну, это вот с точки зрения столичного жителя. Нет, дело в том, что сам по себе интерьер, он абсолютно обычный, нормальный, средний. Если мы внесем туда как раз кировские вот эти нотки, которые... Фишки. Да, будут выделять. Это уже очень хорошо. Эксклюзивный продукт, причем кировские бренды. Я очень хочу, чтобы там появились кировские бренды, кроме вятича. Это придает заведению определенный шарм дополнительный. Раз. Во-вторых, культура. И когда в итоге мы получим место, где нигде в Москве, кроме как здесь, ты не получаешь вот этого, вот этого и вот этого, опа, мы поимели собственное выражение лица. И дальше вопрос только, насколько мы качественно будем работать. Все. Мне нравится эта затея, мне нравится, что у нас есть фактически настоящее дип-представительство кировской области в Москве. В Москве, да. По-настоящему такое рабочее, живое, нормальное. Можно же таки оформить его как-то там, поиграть с этим. Ну, нет, я очень надеюсь, что, во-первых, вся авиатская диаспора в Москве начнет посещать. Ну, авиатское землячество, оно себя называет. Ну, бог с ним. Вот, вот, то есть такой Трифон на Моросейке-15 достаточно интересно. А цены? Слушай, цены. Вот меня очень удивило, что житель столицы, Павел Егоров, ну, не то чтобы возмутился, но был, видимо, так неприятно удивлен высокими ценами, побывав там в конце мая, напомню. Цены достаточно высокие, пишет господин Егоров. Двести девяносто рубликов за кружечку. Ну, господину Егорову... По московским меркам это вообще недорого. Это господину Егорову надо попробовать снять помещение ценам Моросейки и начать платить за него аренду. После этого он будет... Кинуть это на товар, почитать и так далее. После этого он будет крайне удивляться, что вы так дешево-то торгуете. Вы из чего собрались окупать аренду? Заказать что-то серьезное 500 тысяч рублей, пишет он. Стейк, если... От 500 рублей до 1000 рублей. Я не знаю, что он там подразумевает под словом что-то серьезное. А если стейк заказать, пишет, то и 2000 выйдет. Да, вообще страшно. Так зашел пятерку выкинул. Для Москвы это вообще... Для Москвы это ерунда все это абсолютное, потому что, естественно, стейк в Кирове ты закажешь не сильно дешевле, поверь мне, настоящий. В ресторане, в кафе... Ребят, ну давайте разберемся. А в кухне, кстати, на что будет сделана ставка? Кухня будет... Учитывая, что это проходное место, то есть... Кухню будет доводить до ума тот же Райнер, австриец, который делал нам кухню в Альпе. То есть он ее будет сейчас доводить до ума со своими какими-то фирменными блюдами. Ну, они рассчитаны под пиво без алкоголя, разумеется. Вот, пивная такая кухня. То есть если туда мы внесем вятские бренды, если мы ее разнообразим за счет вятки, если Райнер... Ну, я уверен, в Райнере он доделает до конца, у нас есть шансы. То есть мы, на самом деле, увидим, насколько это все интересно в Москве где-то в сентябре-октябре. Проблема только одна. Почувствовать, нащупать вот этот формат, когда москвич, вот того достатка, на который мы рассчитываем, то есть это низший средний класс, средний-средний класс, да, ну, условно говоря. Вот человек этого достатка, у которого есть какие-то деньги, чтобы посидеть в кафе, понимает, что вот этот рифон на моросейке, это то место, которое must have. Все. Вот я уверен, что это, как в любом начинании, неблизкий путь, то есть это месяцы, месяцы, месяцы работы, выстраивания новых вариантов, ошибок, отбрасывания. Ну, в итоге мы придем к тому, что у нас будет хорошая, качественная вещь. Вот когда мы выстроим этот формат, вот тогда будет самое интересное. Но вятское землячество, видимо, надо все-таки привлекать каким-то образом. Нет, на открытии. Ставить в известность, да, тут можно же проводить мероприятия, вечера, в каком-то классическом формате. Можно таскать каких-то творческих людей, да, уроженцев или нынешних жителей нашего города. Устраивать концерты, литературные вечера. Ну, это так. И Остапа понесло, что называется. Да, Остапа понесло. Почему? Потому что меня, например, всегда с того момента, как я приехал в Киров, у меня всегда висели вариант, почему-то отношение к культуре и вообще к местному, ко всему, да. Как только заходит разговор об этом, то наше вятское землячество в Москве, там здешние ребята, которые пытаются рулить культурой, вот. А все это сводится к танцам в кокошниках и к агренобаяне, да. И в лаптях. То есть такой, значит, лубок такой. Это якобы у нас прям вот этим живут люди. Вот я разочарую всех товарищей. Это вы в своих головах живете этим. Люди этим не живут. Вот оно есть, настоящая культура, есть настоящие вещи. Есть люди, которые действительно что-то делают. Вот их надо вытаскивать. Вот это второй момент. Я много раз говорю о том, что область должна экономически быть привлекательной, подняться на самом деле. Я, например, прекрасно понимаю, за счет чего она может подняться и как это может развиваться при правильном подходе. А второй момент. Она должна подниматься за счет культуры. Но культура не вот этой его бочной для отписки, для какого-то отчета перед кем-то там в планах министерства. Это вся бюрократическая ахинея. Ее надо под нож. Я, может быть, не очень хорошо говорю, но под нож надо ее. А есть вещи, которые людей действительно интересуют, действительно занимают. Вот тот же Лобовиков, 100% совершенно. Я не понимаю, почему каждый вятский школьник на 1 сентября не получает буклет, где написано, вот наш выдающийся отечественник, вот его работы, вот их работы. Я к Восинцову отношусь очень скептически, ну, по многим причинам. Ну, слава богу, по крайней мере, есть в программе первого класса произведение, ну, мой сын первоклассник закончил, да, произведение Евгения Ивановича Чарушина. А, ну, слава тебе. Сына Ивановича, да, известного писателя. Тут дело в том, что вся вот эта советская культура, она всегда была дотационной. То есть советский интеллигент, он всегда бился за одобрение властей или же строил карьеру на том, чтобы противостоять властям, но оказываться на Западе, оказываться диссидентам, и там реализовываются. Вот два варианта, да. Они в разных случаях, они успешны или неуспешны были по-разному. Но в любом случае советский интеллигент ориентирован на власть. Вот это Ахиллесова пята вообще советской интеллигенции. Я бы на власть не смотрел, вот в плане культуры просто не смотрел. Потому что это не задача власти, культура существует вне зависимости от власти и многократно превосходит ее и по длительности, и по усилиям, которые нужны, прилагать для того, чтобы она состоялась. Но это тоже отдельный разговор. Ну ладно, итак, поздравляю с открытием. Зовут Виатич, Российка-15, российская столица. Официального открытия, повторимся, еще не было. Еще доработки, доделки, но зайти уже можно туда. Можно. Можно. Выпить рисского безалкогольного, разумеется. Можно. Оно там свежее. Ну и я так понял, там стоят, ну как это, холодильники по-простому называются, где вообще вся линейка представлена. Явиатский квас там тоже есть. И все, что можно купить, в общем-то, в кировском магазине. Сразу. Ну, я имею в виду продукцию. Это предваряет вообще, на самом деле, мы займемся этим плотнее, я думаю, что ближе к августу. Но идея о том, чтобы предоставить, в первую очередь, нашим землякам всю линейку продукции, то есть дать возможность полноценного выбора, я думаю, что мы все-таки, несмотря на все, мы ее осуществим. Это отдельный разговор, это фактически офф-топик, то есть мы к этому вернемся, я думаю, в августе. Вятский квас, давай о нем поговорим. Сотрудничество с Красным Белым, о котором мы уже говорили. Развивается ли партии, уходят, что называется, в распределительные центры этой известной сети торговой. Что-то изменилось за последнее время? Неделю не виделись все-таки. Ну, ты знаешь, вот единственное момент... Нет, все происходит в штатном нормальном режиме, то есть каждый день там... Ты как чиновник часто отвечаешь, у них тоже все в штатном режиме. Спите спокойно, бандерлоги, все хорошо, свалку потушим, все будет нормально. Боже, Володь, ну не надо вот этого, я как слышал про мусорную историю в Кирове, так мне совершенно не хочется даже смотреть в эту сторону. Потому что там один мат выскакивает в первую очередь. Ну, ребят, ну не надо делать космических вещей, надо вот подкрутить здесь, немножечко вот здесь подточить, вот подмести вот здесь. Ну, как-то в большей... Свой садик убери, вот просто свой садик, вот свой огородик, приведи его в порядок. Вот как немецкий этот бюргер, да? Да, приведи в порядок то, где ты, собственно, живешь. Вот то место вокруг тебя сделай нормальным, обустрой его. Вот ты же у себя в квартире, в большинстве случаев, как-то вот организуешь пространство. Ты вот то, что тебе поручено, та работа, которую ты делаешь, ты ее так же приведи. Не надо, пожалуйста, этих самых победных ленточек резать, не надо этих релизов, рассказов о том, как мы штурмуем там Эверест, космос, там, проникаем, покоряем. Не надо вот этой болтологии-то от Советского Союза унаследованной. Да и какой партийный бонзо, ты все в прошлом уже, в 91-м году Советский Союз накрылся, нафиг ты мне это все рассказываешь. Ты покажи мне, что сделано, где гаечка прикручена, почему вот здесь подметено, а здесь не подметено. Как у тебя ливневочка, кстати, в Кирове работает? Плохо по-прежнему? А кто получил за это по рогам как следует? Никто, опять никто. Какие-то формальные штрафы выписали? А что, сумма штрафов какая? Ага, украл 50 миллионов и выписали на 5? Отличный бизнес вообще, просто прекрасно. Там судебные процессы на такое долгое время растягиваются, что я не уверен, что там заканчивается каким-то реальным. Нет, это я иронизирую по поводу того, что вот это все не надо, просто не надо. А у меня вот эти фразочки типа штатное расписание появляются, потому что у меня же несколько ипоста. Да, я понимаю, конечно, это же конвейер, это же такая текущая теклаучка. И вот когда ты задаешь вопрос, что изменилось, я автоматически в голове вижу график, да, и примерные ответы от сотрудников, которые нам задавались. И так заглядываю на сто лет вперед, да нет, в общем-то, особо ничего не поменялось. За неделю ничего, то есть вереница фургрузится, по классу продажи прыгнули, естественно, это понятно. То есть я думаю, что это начало большого пути с красным пивом в целом, потому что я всегда рассчитываю на пиво, безалкогольное, разумеется. Но меня приколол буквально на той неделе звонок, переключили на меня, за это я крайне благодарен секретарю Вячесичу, у нее сегодня день рождения, Катерина, с днем рождения тебя, если слушаешь. Вот, переключила на меня и доставила мне 15-20 минут совершенно воспоминания о занятиях психотерапии в юности, вот это все, потому что 15-20 минут покупатель левятского класса из Орехово-Зуева рассказывал мне, что вот слушал он эхо Москвы, московское, где я выступаю каждую неделю, естественно, с рассказом в первую очередь о классе, но и о безалкогольном фирме, о традициях завода, об основах, о принципах, о политике. О видении, о миссии и так далее. Вот, и он был возмущен, потому что у него текли слюнки, когда он слушал меня на эхо Москвы, на московском. А чем возмущен-то? Двойное брожение там у нас, в отличие от всего остального, молочно-кисовая закваска. И ведущий там мне говорит, я попробовал, правда-правда, с кислинкой вот этой, а вот то, что до этого, так без кислинки-то не то. Я говорю, вот двойное брожение, что делает. Я говорю, вятская зимая рожь, которая больше нигде нет, там микроэлементов, витаминов больше. Анекдот я абсолютно правду говорю, потому что НТВ делала месяца два или три опрос. И вятский квас оказался на первом в России месте по насыщенности. То есть количество сухих веществ, количество микроэлементов всего остального в квасе, вятском, больше, чем во всех 10 или 15 образцах, которые они брали. Включая очень известные компании, причем делающие нормальный квас. Не суррогат, типа там, пепси делает еще что-то. Нормальный в смысле по технологии, да? Ну, ты... По той, которой, собственно, должен. Понимаешь, ты делаешь очень просто. Ты берешь квас, но молочно-кисовую закваску не добавляешь, то есть молочно-кисового брожения нет. Это суррогат, это не настоящий квас, это напиток, это квасной напиток. Бета или там, неважно. Ну вот, вот, то есть, и вот он из Орехового звонит, рассказывает, насколько он был очарован этой болтологией всей, купил вятский квас. И это не то, что я рассчитывал, потому что я сам работал, оказывается, на квасном производстве. Я вот знаю вот это, вот это и вот это. Возьмите меня на работу, да? Нет, нет, там был крик души печального, одинокого человека, который решил рассказать о том, видимо, в очередной раз, рассказать о том, как его ожидания от прослушанной передачи не совпали. Ну, есть такие, да. Я попытался ему объяснить, что вот вятский квас не претендует на это вон супер там качество, которое просто на таком топе, что его достигнуть нельзя. Можно достигнуть, наверное, можно. Кто-то, наверное, делает даже хорошо и даже может быть где-то лучше. Только на вкус и цвет товарищей нет. Одному нравится, другому не нравится и так далее. Это натуральный продукт из натурального сырья, изготовленный по классической технологии, абсолютно аутентичный тому квасу, который делает товарищ Шнайдер в 1903 году, открывший здесь завод. Все, все, ребят, вот на этой ноте мы не хотим сказать, что это какой-то супер-пупер там опять не надо штурмовать космос, мы просто даем людям качество. Все. Ну, как-то мы разговорились, я объяснил ему, что, ну, в принципе, мы можем сократить срок годности кваса там до двух недель. Время рекламы подходит просто. Да, но в этом случае готовьте к тому, что бутылки будут взрываться или к тому, что брожение будет продолжаться и гаишник вас будет останавливать, когда у вас в бутылочке кваса вдруг окажется не 1,2%, а 5%. Это легко. Реклама у нас сейчас будет небольшая, буквально полторы минуты. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Ветич», скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу с Владимиром Маматовым, пресс-секретарем компании «Ветич». В прошлую нашу встречу мы подняли очень важную, очень тревожную, я бы сказал, для предприятия тему. Юмористическую, я бы сказал. Она с одной стороны крайне... Она действительно тревожная, и это действительно выжигает нервы. Подожди, знаешь, в чём ирония заключается? Вот сегодня мы начали нашу беседу с того, что Ветич открыл заведение на Моросейке, 15, а 20 лет назад, и просто, когда я услышал слово «Моросейка», я начал вспоминать, где, где я слышал. 20 лет назад в России выходил сериал под названием «Моросейка-12». Помнишь такой сериал? Да, помню. Помнишь, там топовые на тот момент актёры снимались? Соседний дом, да. Снимали, там «Моросейка-12». Речь шла, по-моему, там о налоговых полицейских. О-о-о! Был такой тогда ещё орган, помнишь, налоговая полиция? Ты нащупал, Вовке, переход к нашей следующей семье. Вот, 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 «Моросейка», налоги, это как-то тут всё в одном. Просто-просто как раз, да. Как колышется. Ну, был такой сериал про налоговую полицию. И так, налоги. Налоги, да, нет, мы... Я до сих пор, честно говоря, ещё перевариваю ту несуразность. Володь, я тебе рекомендую стошниться. Стошниться? Да, потому что... Я потерплю 10 минут. Не-не-не, ты пытаешься переварить, да? Вот есть вещи... Откажись от этого. Есть, да, есть вещи, которые, ну, просто не надо переваривать. Они не перевариваем мы. И если организм не справится естественным путём, ну, значит, как-то вот надо помогать уже медицинскому. Надо радикально, да. Да, ну, с медицинской помощью нашей налоговой службы мы как-нибудь потом поговорим. Хотя, вот мне ощущение, да, что люди в белых халатах и со смирительными рубашками должны уже подъезжать. Ну, что же, как бы... Ну, и чтобы наши слушатели поняли, над чем я так весело издеваюсь и смеюсь. Это всё очень просто. Константин Андреевич Волчанский. Мы называем это казусом Волчанского. Дважды под его подписью приходит навязчить письма с просьбой перечислить... Вот хорошее слово. Ну, представитель федеральной налоговой службы. Я так сразу напомню. Слыши. Константин Андреевич, сейчас, две секунды. Он занимает... Открою лежащее передо мной письмо. Но заместитель начальника, советник государственной гражданской службы Российской Федерации второго класса КА Константин Андреевич, это на сайте налоговой он есть, Волчанский, прислал нам информационное письмо от ФНС России по городу Кирову, дальше по тексту инспекции. Прислал он два таких письма, в них попросил. Ну, просто... С разницей в два года. Да, ну, это ладно. Видишь, не сработало первое, через два года вспомнил, опять послал. Но он попросил, значит, завод Вятич, ну, попросил просто заплатить там сотню-другую миллионов за Николая Витальевича Курагина. Причина, вот мы с тобой в прошлый раз пытались как-то разобраться, причина простая. Николай Витальевич является бенефициаром, то есть, ну, аффилированным лицом. Ну, то есть, по-русски говоря, у него есть акции завода Вятича. Вот ситуация следующая, чтобы было понятно любому человеку, даже с четырьмя классами образования. У тебя есть акции любого предприятия, вообще любого, просто любого. Ну, вот, к примеру, пять акций Газпрома. Ну, ты акционерщик, да? Я не хочу любого, я хочу Газпрома, да. Ну, мечты, да, мечты должны сбываться. У тебя эти пять акций. И вдруг на Газпром от имени ФНС, естественно, по Кирову, приходит письмо. Уважаемый Газпром, по нашим сведениям, такой-то владелец акций вашего предприятия, Газпрома, не заплатил налоги за такие-то сроки, по таким-то документам, перечисленные ему так-то и так-то. Поэтому мы вас очень просим, Газпром. Вы за него налоги заплатите? Ну, потому что... Да, ну, потому что у него есть ваши акции. А что, я инспектор, кто там, подожди, Волчанский по должности? Второго класса мне там запомнил. Заместитель начальника Советника государственной гражданской службы второго класса. Константин Андреевич Волчанский. Я уверен, что не советовался с начальством. Это же страшно представить, что глава налоговой службы области или города в курсе того, что их подчиненный предлагает акционерному обществу заплатить налоги за своего акционера. Вот еще раз по буквам, чтобы было понятно. Федеральная налоговая служба предлагает акционерному обществу заплатить налоги за своего акционера. Вот, товарищи, Советский Союз помер 30 лет назад. В августе будет 30-очка отличаться, да? Как бы вы на экономическом языке излагаете и делаете так, чтобы вот дурость сразу была видна. А то вы тут всякими словами бегаете, да? А на самом деле вы проще напишите. Мы хотим денег. Никаких правовых оснований нет. Заплатите, пожалуйста. Ну, это первое, да? Люди, которые обычно хотят денег, они оружием еще угрожают? Ну, нет. Тут зачем? Представляю его к виску. Ты абсолютно не разбираешься в текущей социально-экономической ситуации. Нет, я вспомнил те времена просто. Когда Советский Союз развалился. Не надо разваливаться. Дело в том, что ты... Боднетизм, рейкет, рейдерство, это все одно и то же. Просто в случае рейдерства, а в отношении Вяча, мы все вот эти вещи воспринимаем как попытки рейдерского захвата. Вот все абсолютно. От сих до сих. Ну, так видишь, суть-то осталась прежде, только вот форма сменилась. Ну, правильно. Рычаги другие, да. Другими руками это дело. Да, конечно. Я высказываю свое оценочное суждение. Ну, это мнение, естественно. Да. Наше мнение, твое мнение, мое мнение. Ну, как вот... Значит, Константин Андреевич попросил денежки, вот, чтобы Вяч заплатил налоговый. Значит, в бюджет это в государственном, не Константину Андреевичу в карман. Хотя я никакой разницы не вижу, что мы платим Константину Андреевичу непосредственно по этой Филькиной грамоте, да. Что мы заплатим в бюджет, это, в общем-то, одно и то же потеря. Вот. Ну, ладно. Попросил, значит, заплатить. Потом вы, в общем-то, так размышляя над этой бумагой, мы понимаем, что это склонение подстрекательства к преступлению. Почему? Как только генеральный директор завода Вяч и главный бухгалтер подписывают, испугавшись, вдруг решившись, что раз бумага-то с печатью, да с подписью Константина Андреевича Волчанского, раз бумага-то пришла, значит, надо всем стоять, бояться и немедленно платить. Вот, предположим, они сошли с ума, ну, дай бог здоровья Елене Николаевичу. Тьфу-тьфу-тьфу. Да, да, да. Не заметил я пока в нем никаких ростков этого. Вот. Дай бог он это все, не дай бог он это все подписывает. Как только деньги из банка уходят, мы имеем состав преступлений по 160 пункту 4 за употребление служебным положением, приведшее к растрате в особо крупном размере. Это до десяточки лет на лесопобале. Ну, предположим, там семья, ежедневенцы, смягчающие, ну, дадут условник, наверное. Вот. Но в любом случае, это уголовное дело на Ильи Николаевича Курагина, на главного бухгалтера завода ВЯЧ. То есть, Константин Андреевич Волчанский, написав там эти письма, буквально попадает под действие, если не ошибаюсь, 183 статьи Уголовного кодекса подстрекательство к преступлению. Это два. Две минуты у нас. Да. И третий момент, самый последний. Константин Андреевич, вот сколько раз, вот второй раз, точнее, повторяем, нет, по поводу налоговой декларации уже ни второй, ни третий, ни четвертый, спецдекларации. Откуда вы взяли сведения о том, что такие, такие, такие фирмы перечисляли Николая Витальевича Курагину, и он с этих средств недоплатил налоги? Вы могли это взять только из спецдекларации, которую законом запрещено изымать, наши правоохранительные органы изъяли, слабого потом вернули, но бог с ним, ладно, проехали. Но самое главное, сведения из этой спецдекларации вы не имели права ни цитировать, ни тем более использовать, ни как рычаг давления. В качестве основы для чего-то там. Чего бы то ни было, любого преследования. Вы это сделали. Откуда вы взяли эти сведения? То есть, если вы их взяли из спецдекларации незаконно изъятой, это незаконное разглашение, и это нарушение налоговой тайны, и это еще раз, еще раз. А это 183 есть, между прочим. Подстрекательство, по-моему, другое. Но я уточню, на самом деле. Ну, я не юрист, поэтому точно назвать статьи, это уже не моя епархия. Но у нас есть подстрекация к преступлению, у нас есть разглашение налоговой тайны, и как бы этого вполне достаточно, по-моему. А вот тот ответ, который из налогового бюро к нам пришел, все-таки черным по белому. Налоговое бюро – это тот орган, который дал оценку, да? Да, это палата налоговых консультантов в Москве. Они прислали, значит, возложение налоговым органам обязанностей по уплате НДФЛ за физическое лицо, а также уплате налога на прибыль за иных юридических лиц, на АО «Вятич», даже при наличии признаков аффилированности между этими лицами, не имеет под собой правовых оснований. «Джентльмены», внимание, слово «правых» означает, если правильно читать, «все эти требования незаконны». Ну вот и та жирная точка, которая должна была бы быть поставлена в этой истории. Жирная точка будет следующая, то есть мы с нетерпением идем к следующему письму, видимо, подписанному точно так же Константином Андреевичем Волчанским. Дай Бог ему здоровья и дальнейших успехов в деле с такого щедрена. Мы дождемся к следующему письму, видимо, попросят еще больше перечислить. И тогда мы вынуждены, конечно, будем спрашивать другие инстанции на тему того о Доколе. Доколе. Вернемся к этой беседе. Вернемся. Владимир Мамотов, пресс-секретарь компании «Вятич». Всего доброго. На этом до свидания.